Добрый день! Меня зовут Вадим Хомяков и я работаю в представительстве BenQ. Мы продолжаем калибровать проекторы. Кто не смотрел, первую часть про калибровку домашнего кинотеатрального проектора BenQ W1800. Ссылка на нее будет в описании. А сегодня у нас очень интересный домашний короткофокусный игровой проектор со светодиодным 4 лет источником света BenQ TH690ST. Чем же он так интересен? Источник света это 4 светодиода RGGB, то есть красный, два зеленых и синий. Зачем же два зеленых, спросите вы? Чтобы лучше соответствовать спектру солнечного света, в котором оказывается больше всего именно зеленого цвета. Этот проектор подходит для всех видов домашних виртуальных развлечений, просмотра кино, спортивных трансляций и даже игр. Да-да, вы не ослышались. Этот проектор поддерживает 120-дерцовую кадровую развертку для подключения к современным игровым приставкам или игровым ПК. И имеет минимальную задержку вывода картинки input lag 1 фрейм в 8 миллисекунд. Поддерживается расширенный цветовой охват 84% цветового пространства DCI-P3 и 98% REC709. Еще в этом DLP проекторе нет цветового колеса, а вместо него одновременно работают вместе с микрозеркальным DMD чипом яркие LED светодиоды. Благодаря особенностям человеческого зрения, как это называют медики и эффекту Дельмгольца-Калерауша, картинка 4 LED проектора выглядит ярче и насыщеннее, чем картинка обычного проектора при одинаковой яркости. А динамическая контрастность 4 LED проектора 500 тысяч к одному, что недостижимо для любого лампового проектора. Звук это два динамика по 5 Вт с предустановленными режимами эквалайзера, цифровым процессором и технологией окружающего звучания Max Audio. А если вас все равно не устраивает даже встроенный звук, есть многоканальный цифровой выход SPDIF для прямого подключения к домашнему тянотеатру. И наконец, это короткофокусный проектор, а это значит, что вы легко разместите его в любой, даже самой небольшой гостиной или спальной комнате. Рекомендованный экран для него будет 100 дюймов, всего с полутора метров, а при расстоянии до экрана 3 метра, этот проектор покажет вам картинку с максимальной шириной 4 метра 35 сантиметров. Нравится? Конечно! А что нам даст цветокалибровка проектора? Да в общем только одно. Возможность получить правильные и естественные цвета на экране, такие как задумал кинорежиссер и воплотил колорист фильма. А значит получить максимум удовольствия от кино или какого-либо другого видеоконтента. Итак, приступим к калибровке. Нам понадобится калориметр типа X-Rite i1 Display Pro, который можно взять в аренду или попросить у знакомых или друзей. Остальное, бесплатную программу ColorHCFR и файлы с образцами цветов нам предоставит интернет. Ссылки будут также в описании под видео. Отключаем все улучшайзеры изображения проектора, меню изображения – резкость, меню изображения – дополнительные настройки цвета, подавление шума. Режим источника света в этом же разделе меню выбираем обычный, а гамму ставим в 2.2. Калибровать будем для входа HDMI 1. Профиль в меню изображения – режим изображения – выбираем Cinema. Яркость и контрастность проектора можно отрегулировать онлайн, на котиках, в программе CatLayer. Разные котики отвечают за разные тесты экрана. Нам будет нужен третий котик справа. Регулируем яркость, так чтобы было видно как можно больше градаций темно-серого и черного цвета, а затем контрастность, чтобы увидеть как можно больше градаций светло-серого и белого цвета. Далее скачиваем бесплатную программу для калибровки HCFR ColorMeter и образцы эталонных цветов. Открываем новый проект File New DVD Manual и соглашаемся со всеми настройками по калориметру, тип Ambient. Мы специально выбрали пункт DVD Manual, а не Auto, потому что нам надо будет самим показывать на проекторе файлы эталонных цветов. В настройках программы Advanced Preference указываем sRGB цветовое пространство для будущей калибровки. Нам понадобится всего два окна. Главное окно с измерением показателя ΔЕ для регулировки точки белого или градации серого. И вкладка с диаграммой CIE для калибровки основных цветов. Делаем сначала грубую калибровку точки белого по 50% серому, а затем точную калибровку по градациям серого с шагом 10%. Устанавливаем калориметр перед экраном, опускаем светорассеивающее матовое стекло и запускаем программу ColorHCFR в режиме автоматического измерения, нажав на зеленый треугольник. Теперь проигрываем и показываем на проекторе файл с эталонным 50% серым цветом. Давайте перейдем в окно программы CIE и с помощью изображения дополнительные настройки цвета управления цветом поместим точку измерений в точку белого на диаграмме. Поскольку идут автоматические измерения, результат нашей коррекции отображается на экране всего лишь с небольшой задержкой, так что мы можем корректировать, видя непосредственный результат. Попали? Тогда перейдем к регулировке баланса белого по 10 градациям серого. Возвращаемся в главное окно HCFR, показывая на проекторе последовательно файлы с 10, 20, 30 и так далее процентами серого, измеряя их калориметром в том же самом автоматическом режиме измерения. Зеленый треугольник. Итак, мы должны получить значение ΔЕ меньше 3 для всех 10 градаций серого, отдавая приоритет в точность именно светлым оттенкам. Если значение ΔЕ превышает 3, смотрим на RGB уровни и подстраиваем уровень и смещение в меню изображения, дополнительные настройки цвета, настройки цветовой температуры. Баланс белого у нас откалиброван. Теперь будем настраивать основные и вспомогательные цвета. Последовательно пройдемся по красному, синему, зеленому, желтому, циану и мадженте. Так как наш проектор TH690ST не имеет полного 100% охвата sRGB цветового пространства, а калибровать мы будем именно для sRGB и стандартного динамического диапазона, то используя 100% чистые цвета мы скорее всего не попадем в вершины диаграммы CIE. И, как мы видим на практике, цвета синий, циан и зеленый со 100% насыщенностью, сатурацией, действительно не доходят до нужных значений. Поэтому мы будем использовать скачанные файлы образцы 6 основных цветов RGB, циан, маджента и еллоу с насыщенностью 75% и подгонять их в соответствующие точки диаграммы. Тем более именно 100% насыщенные цвета не так часто используются в видеоконтенте. Последовательно показываем на проекторе файлы с 75% оттенками 6 цветов, измеряем их колориметром в автоматическом режиме, регулируем параметры в меню проектора, пока не попадем в нужную точку. Просто и понятно. Подгоняем последовательно каждый цвет в диаграмме CIE на свое место. С помощью настроек насыщенность и оттенок изменю изображение, дополнительные настройки цвета, управление цветом. Изменяем параметр оттенок для сдвига точки к соседним цветам и изменяем параметр насыщенность для сдвига точки к центру или от центра диаграммы. Пока не попадем точно на этот раз уже не в вершину треугольника, а в точку с 75% насыщенностью каждого цвета. Если вдруг вы никак не можете довести точку в нужную вам вершину, то есть не хватает диапазона значений насыщенности и оттенка, то следует изменить в меньшую сторону параметр усиления в этом же пункте меню проектора. Ну вот и все, наш проектор откалиброван. Давайте сравним картинку откалиброванного проектора и настройки цвета по умолчанию. Однозначно, откалиброванная картинка гораздо лучше. Напомним, что все настройки, которые мы производили в этом ролике, не влияют на гарантию и их всегда можно сбросить до заводских. Однако, правильные цвета всегда вызывают быстрое привыкание и вряд ли вы захотите вернуть их обратно.